Для нас очень важное значение имеет международное сотрудничество в различных сферах. В этих, на первый взгляд, казенных словах кроется вся суть конференции. Делегация представителей восьми городов провинции Кёнгидо, Республики Корея. В Артёме впервые, и знакомство с нашим городом им было интересно. Несмотря на то, что Артём обязан своим появлением открытия угольных месторождений, он давно уже перешагнул рамки шахтёрского города. О промышленной базе, предприятиях и организациях города, о путях экономического развития гостям рассказал директор муниципального учреждения архитектура и градостроительства Александр Коробков. О социальной, культурной и спортивной жизни Наталья Волкова, заместитель главы администрации Артёмовского городского округа. Очень полюбилось корейское кино, поэтому мы провели уже два фестиваля корейского кино. Поэтому мы развиваемся культурно и социально поддерживаем жителей города Артёма. Больше всего корейских гостей, как представителей развитого капитализма, интересовала стратегия развития Артёма. По этому поводу они даже задали прямой вопрос представителям администрации. Стратегия развития Артёмовского городского округа подписана в прошлом году. Она находится на официальном сайте, доступна все. Но основной упор, вы знаете, сейчас делается на инвестиции. То есть это надо развитие туризма, сельского хозяйства, так как Артём из шахтерского города второй у нас занимается, это сельское хозяйство. Поэтому развитие сельского хозяйства у нас очень много. Площадей сельского возназначения, развитие кормовой базы и сотрудничества. Ну и опять же в своей ЖКХ нам нужна подстанция, нам нужен газ. Углубленное изучение корейской стороной экономического и социально-культурного развития нашего города дает основания полагать, что сотрудничество будет развиваться по многим направлениям. Тем более, что опыт взаимодействия двух стран уже есть. Да, действительно, бизнес иностранный заходит в город. Есть экономические взаимодействия, но эти наработки были раньше. Это надо делать всё очень осторожно. Я не жду прорыва, я жду систему работы, продолжения знакомства, это познание нашего государства. Руководитель корейской делегации господин Джон Чоль в правительстве занимается вопросом налаживания экономических связей в Комитете по мирному объединению на Корейском полуострове. Остальные прибывшие с ним чиновники также занимают важные посты в департаментах от жилистно-коммунального хозяйства до социальной политики. Мы очень рады нашей сегодняшней встрече. Мы провели интересную беседу. Я полагаю, у нас большой потенциал возможностей дальнейшего сотрудничества между Россией и Кореей. Провинция Кёнгидай и город Артём уже нашли пути сотрудничества и углубления связей. Прежде всего, в области экономики и культуры. Экономика, культура и спорт – вот, пожалуй, самые актуальные точки взаимодействия. А если учесть тягу двух народов к сотрудничеству, то можно не сомневаться – успех будет достигнут. На проходящем России чемпионате мира по футболу сборная Южной Кореи сенсационно разгромила действующих чемпионов мира – сборную Германии. Мы очень надеемся, что когда-нибудь чемпионат мира по футболу состоится в Южной Корее. И в финале этого грандиозного турнира встретятся сборные России и Южной Кореи. Александр Натучев, Тарас Боднарук, Анайя Михайлова. Городские новости.